Всей посыл я посвящаю окружающей среде. Мы засрали планету! А как похорошела Москва? Да! Экология это сексуально? Да! Я перед своими детьми тоже голого хожу. Рано или поздно это коснется у каждого. Я вот совсем не экосексуалка. За экосексуалом с Украины пойдем. Когда природа бежит, вокруг говно. А где грязнее, Иван? В Киеве или в Москве? Фак. Чем многоразовая вещь, тем она экологична. К сожалению, видимо, мы дойдем до какой-то неприятной точки. У нас вообще весь дом сейчас на мусорный контейнер похож. Если мотивация не меняется, кто в этом зунчется? Никто. Просто и девушка. Да? Девушки, я люблю вашу натуральную и естественную красоту. Он все х**, ему нравится, как от меня пахнет. Мусорная реформа в России работает? Нет. Гармонию с природой занимать должна первое место. Чтобы была чиста планета, нужно чистым быть внутренней. Вот вам прогноз от Ксении Собчак. Закончится пандемия, завершатся дискуссии по президентским выборам в США. Мы посмотрим вокруг и вновь поймем, что есть одна главная проблема, которая практически не решается. Я сейчас про окружающую среду, которая чище не становится. Мы так самозабвенно гадили вокруг себя годами, десятилетиями, веками, что сейчас остановиться просто не можем, а чаще всего не хотим. Ну вот взять хотя бы эту маску. Неотъемлемый атрибут 2020 года. Знаете, что с ней будет дальше? В лучшем случае ее сожгут. А скорее всего вывезут на полигон, где она будет разлагаться веками, если быть точнее, 500 лет. То есть нас уже забудут, а следы нашей жизнедеятельности будут отравлять планету еще сотни лет. Если бы Иван Грозный такую носил, она бы до сих пор гнила. А теперь скажите мне, что это не проблема. Наша программа – это попытка еще раз напомнить, что мы накануне глобальных изменений. Планета нас долго терпеть не будет. И непременно отомстит, будьте уверены. Если мы не одумаемся, конечно же. Мои герои сегодня – это группа «Пассаж». Ее участники коллаборируются с «Гринпис», собирают деньги на высадку деревьев и стараются думать о будущем. Это две «Маши» тоже не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит вокруг, и только нащупывают свою экотропу. Это Валерия Крастелева, наш эксперт сегодня. Организатор экологического движения «Раздельный сбор», руководитель движения «Собиратор». Ну и, конечно, наш хедлайнер Иван Дорн – человек, который активно включился в экологический движ и в жизни, и в творчестве, и вообще делает заботу об окружающей среде модной. Все они об этом задумались уже всерьез. Они считают, что заботиться об окружающем мире – это правильно, это модно, это сексуально, эко-сексуально. Надеемся, что этот выпуск будет полезен и вам. Сей посыл я посвящаю окружающей среде. А среда, я поясняю, это то мы с вами где. На обочинах дорог, у метро полно бочков, свежий мусор ровным слоем в парке после пикников. Во дворах пивные банки, горы пластика повсюду. Несут сотни килограммов мимо урны наши люди. Они гадят, гадят, гадят. Хотя четко понимаешь, что природа параллельно умирает – увядает. Может, хватит, земле больно, человека занесло, он уже на том этапе, когда он в природе зло. Ты с перчаточками? Ну как, да, помогай тебе. Спасибо, что приобщилась к нашему делу о мусорной пакетах. Ну я на твой рассчитывала, я тебе же помогу. У меня еще есть место, давай, залазь. Слушай, ну это круто. Главное, что мы случайно узнали про то, что вот так вот Иван Дорн приезжает периодически в Москву пособирать мусор. Да, кстати, мы сегодня жали по этому поводу, когда я говорил речь праздничную. Я понимаю, что люди уже свыклись просто природу с мусором, как ты видишь. То есть мы уже свыклись с тем, что мы когда на природе дыхаем, у нас мусор вокруг. Типа уже ладно, ну что ж поделаешь, ну вот жизнь такая. Люди такие, ничего с ними не сделаешь. Сделаешь, надо делать. Вот, собственно, меня это очень сильно парило. Мы засрали планету, да! Хватит срать на планете, да! И что там? И что-то еще было. Я думаю, что процентов 30 сегодня с говном на подошве точно вернутся. Слушай, ну то есть получается, что ты из артиста отчасти превращаешься по выходным в эколога. Ну да. Это заменяет тебе вообще твою профессию? Да, заменяю. Полноценный. Ну слушай, во-первых, очень классная медитация. Я медитирую, когда пылесошу, мою посуду, убираюсь. И вот нынче собираем мусор. Для меня это очень медитативные планы. Я экосексуал. Есть такое модное понятие, как экосексуальность. Знаете, что это? Нет. Пока нет. Просветите нас, пожалуйста, Ксения. Вы экосексуалы? Ну мы начинающие такие. Мы экспериментируем. Экосексуальность, да. Экология это сексуально? Я думаю, если сексуальность это спектр, то экология точно в него входит. Так, расскажи мне, пожалуйста, что значит экосексуал? Вот ты назвал себя в своем программном заявлении экосексуалом. Это что значит? Это человек, который очень любит природу, защищает ее и ставит ее превыше всего. Я вообще как-то приобщился к природе. Я начал искать вдохновение, медитацию, спокойствие какое-то, потому что в мегаполисе это сложно найти. Вокруг так много блеха народа, так много ответственности, гиперконцентрация какая-то. Ты не знаешь, куда бежать. Ну и куда бежать? В природу бежать. И когда природу бежишь, вокруг говно. Ну знаешь, и все уже свыкли, что мы гуляем по лесу и вокруг мусор. Ну уже типа, ну что поделаешь, современная жизнь такая. Я начал бороться с этим. Ну подожди, ну то есть вот у тебя это прямо... Я же... Я тебе говорю, я сталкиваюсь с ситуацией, что я иду по лесу дикому, мне негде палатку поставить, потому что везде мусор. С чего у тебя вообще родилась идея пойти куда-то с палаткой? Вот я хочу этот момент понять в твоей жизни. То есть откуда эта советская романтика пойти куда-то с палаткой? Вот я очень люблю природу. Это просто из истории моих друзей, которые начали вдруг активно ходить с палатками в походы. Не знаю. Они даже начали интересоваться тем, какие растения у нас растут. Но тебя кто-то к этому приобщил? Был человек, который тебе открыл эту тему условно? Ну ты знаешь, наверное, больше всего вакула, да. Вакула, в принципе, меня приобщил к... Вакула. Вакула, это тот, в котором мы написали эпи «Страсть во сне, я помнюсь». Вот. Это выдающийся музыкант украинский, электронный музыкальный продюсер, который, кстати говоря, первый в Украине начал активно разъезжать по всему миру и представлять андеграндную сцену Украины. Вот. Он оказался очень глубоким философским парнем, который как бы начал рассуждать по поводу гармонии человека внутри себя, природы, такой эзотерики. Вот. А я оттуда вышел уже на природу, потому что нашел начало именно в ней. Вот вам лайфхак от Собчак. В любом путешествии с собой лучше иметь несколько банковских карт разных платежных систем. Так надежнее. Одна из них обязательно должна быть Тинькофф Блэк. Проверена на себе. Буквально на днях мы вернулись со всей командой из командировки из Турции. И, например, вот эта карта там не работала, а карта Тинькофф Блэк работает везде. Это то, что мы можем подтвердить на собственном опыте. Удобно расплачиваться, снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира, оперативно решать вопросы в чате с консультантом. Можно переводить деньги без комиссии в другие банки и получать кэшбэк за любые покупки. Кэшбэк – отдельная гордость банка Тинькофф. Смотрите, 1% вам возвращают с любых покупок по карте. До 15% кэшбэк на категории покупок, которые можно выбирать каждый месяц. Вы сами выбираете 3 из 6 предложенных. 15% кэшбэк при покупке билетов в кино, на концерты или театры. Приложение Тинькофф. Кстати, приложение это очень понятное и удобное. Я им постоянно пользуюсь. Что важно, кэшбэк возвращается вам рублями, а не баллами или чем-то абстрактным, как это водится. Спросите у ваших знакомых, они это наверняка подтвердят. Ребята из Тинькофф недавно провели исследование. И оказалось, что по числу клиентов они уже третий в России. Третий, понятно, после того. А среди частных банков? Та-да-да-дам! Первые! Ну и самое сладкое. Если вы потратите в течение месяца от 5000 рублей, это может быть не одна покупка, а несколько любых, то вы получите 1000 рублей обратно. Но это не все. Оформите карту по ссылке в описании, и вы будете получать 10% годовых на остаток по счету до конца года. Не стандартные 3,5%, а 10%. Торопитесь! Слушай, а ты часто вот в таких акциях принимаешь участие? На самом деле нет. Не часто? Ну, то есть, это похоже на акцию, просто потому что мы собрали много народа. Такая домашнего рода акция происходит. Ну вот мы недавно за грибами ходили, мусор собирали. Грибов не нашли, но вышли с 6 мешками. Такие вот такого мусора. Да. Подки он, да. За Вышгородом. Хорошо, сейчас будем сеять раздор вопросом провокационным. Обрати внимание на Ксению Собчак. А где грязнее, Иван? В Киеве или в Москве? Я не знаю, на самом деле. Ну где больше мусора? Ты же обращаешь внимание, ты экоактивист. Вот мусора где больше? Нет, я думаю, все-таки везде одинаково грязно. Смотрите, вот какой же покрут. Эколог же покрут Иван Дором. Ну слушай, у меня нет никакого грязно-замедителя. Понятно, но я просто прикалываю, что даже такой вопрос может вызвать. Да, может быть, да. Так что на глаз скажешь, где больше? Нет, вот как раз на глаз, я и говорю, что на глаз даже сказать не могу. Могу сказать, что вот там, в месте под Киевом, где мы были, но это не Киев, понимаешь. Вместе под Киевом мы вынесли 6 пакетов мусора сразу же. Просто минут 15 нам понадобилось. А как похорошела Москва, ребята, вы видите? Так что делать выводы самостоятельно. Один неполный мешочек, реально. Нет, не пропаганде Собянина, я не собираюсь участвовать. Ну, кстати, я тебе могу сказать, вот я пришла сюда, я никогда не была в этом месте. Ну, реально, очень чисто. Да, здесь достаточно чисто. Им нам сказали, что нас привели в самый грязный парк. Вон там. В самый грязный парк Москвы. Искуратор проекта сказал, что это самый грязный. Это самый грязный парк Москвы. Да, пипец. То есть это классно. Ребят, ну что тут еще говорить? Ну, конечно, не помню. Похорошела Москва. Тут сказать-то нечего. Ой. Ну ладно, ладно, похорошела, похорошела. Ежедневно каждый житель России производит более одного килограмма мусора. То есть за год семья из трех человек выбрасывает более тонны отходов. За последние годы количество мусора в России выросло вдвое. В Росприроднадзоре это связывают с активным использованием упаковки в магазинах. Сейчас площадь свалок в России занимает территорию, сопоставимую по площади с территорией Нидерландов. Да, у нас две сумки в этой покупке в более экологичной упаковке. А в этом пакете та упаковка, которая, скорее всего, не пойдет на переработку. Подождите, мне всегда казалось, что как раз вот такой пакет, это самое экологичное. А это вот как раз вредно. Это не так? Это сумка многоразовая, которая у меня вмещается в маленькую-маленькую сумочку и в карман. И поэтому чем многоразовая вещь, тем она экологичнее. Даже неважно, сделана она из полиэстера или она из натуральной ткани. Бумажный пакет, он, с одной стороны, экологичный из-за того, что если вдруг вы его выбросите, он не нанесет вред окружающей среде, но на него потратилось в 20 раз больше воды, чем на производство даже обычного полиэтиленового пакета. То есть лучше вот такой, но родной, из полиэстера, скомканной в сумочке, да? Да, или если вдруг вы пришли, и у вас нет с собой сумочки, просто обычный плотный полиэтиленовый пакет, самый классический, который бывает в магазине. То есть это чистый маркетинг? Да, всем очень приятно держать в руках такие натуральные материалы. Это, безусловно, классно. Вреднее, имейте в виду, я не знала, кстати. Так, поехали дальше. Мы купили помидорки. Так. Это такие фруктовочки и камешочки. Это тоже вы носите с собой? Да, у меня с собой всегда есть хотя бы одна такая штучка, чтобы можно было купить что-то по пути, если я забегаю в магазин. И вот помидорки на развес без полиэтиленового пакета. В этом пакете у нас есть помидоры, которые завернуты в полиэтилен, и еще они на пластиковой подложке. И ту, и другое почти не перерабатывается в России. Зло. Да, и поэтому вы помидоры, конечно, съедите, а вот такую упаковку придется выбросить. Класс. Дальше, если вы захотите попить, то... В данном случае это скорее больше пример упаковки, потому что, ну, мало ли вам молочные продукты надо купить, или какой-то соус, да, или еще какие-то продукты. То есть лучше в стекле, чем... Да. Эта упаковка, она многослойная. Здесь картон, полиэтилен и фольга. И такую упаковку, на нее потребовалось в несколько раз больше ресурсов и промышленных отходов даже на этапе просто производства. И переработать такую упаковку очень сложно. Всего лишь три завода в России, и их еле-еле перерабатывают, и их практически ни в каких городах не собирают, только в двух столицах. То есть вот этот тетропакус. Да, этот тетропак и аналоги... Это зло, ребят. Так, едем дальше. Вот, а если это пластиковая бутылка, даже если она пластиковая, но бутылка для питьевых продуктов, то это отлично. Еще лучше в стекле. Такие бутылки, и вот стеклянные в том числе, они отбираются на сортировочных станциях и пойдут на переработку. Вот такая вот коробочка, она там не отберется, она никому не нужна, она очень сложно перерабатывается. Понятно. То же самое, теперь разберем какие-нибудь соусы. Соус бывает в стекле, в пластиковой бутылочке, и классическая история. Вот это самый ад, да? Да, это тоже многослойная упаковка. Тут много разных материалов, и такая тоже не перерабатывается в нашей стране. Любая однослойная всегда лучше, чем многослойная. Ну и стекло преимущественно лучше, потому что перерабатывается бесконечное количество раз, в отличие от пластика. У пластика тоже много раз можно переработать, но все-таки здесь преимущество. Но при этом люди смотрят, в стекле всегда дороже. И покупают то, что дешевле. Вот в такой упаковке самая дешевая. То есть получается, что, собственно, сами производители не экофрендли, потому что купить в стекле дороже. Да, такое часто бывает. Еще и тяжелее. Вот человек в метро поедет, вот ему вот это тащить или вот это. Конечно, он думает, это и легче, и дешевле, а на природу насрать. А вот есть пластиковая, тоже достаточно легкая. Ну, кстати, да. Пластиковая лучше, чем эта? Да, пластиковая бутылка лучше, она однослойная, чем вот такие тюбики. Вообще любые тюбики, к сожалению, не принимаются. Так, дальше яйца. Яйца лучше в картонной упаковке, нежели пластиковая, а тут еще пластик с бумагой. Вот такая упаковочка вообще сложно перерабатываемая, и в России тоже почти не принимается нигде на переработку. А эта, она уже переработанная. Она уже из переработанной бумаги. Но это вот же какая-то, как пакет, нет? Нет, дело в том, что пакет этот сделан из первичной целлюлозы. То есть дерево вырубили и сразу отправили на производство этого пакета. А вот эта коробочка называется пульперкартон. И она уже сделана из несколько раз переработанной целлюлозы, когда целлюлозное волокно каждый раз все короче, 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 и уже не подходит для белой бумаги, картона, таких пакетов. Она идет только на производство салфеток или вот таких вот картонных коробочек яиц. Я на самом деле был связан с природой еще с самого детства. У меня город был маленький. Да, вот я знаю, ты же из города Славутич. Да, он рядом с Чернобыльской АЭС, да? Да, да, да. Этот город был построен после взрыва в 88-м году. Заложен фундамент был. За два года его очень быстро построили. Для ликвидаторов чернобыльской. То есть у тебя проблема Чернобыля, это прямо проблема, с которой ты жил с детства. Да, мы каждый раз на... Каждый год у нас были тренировочные, эвакуационные выходы всей толпой школьной. Ну ладно. Во двор, да. Слушай, а расскажи про Славутич, как ты там жил? Смотрели фильмы про Чернобыль документальные. То есть я как бы... Для меня эта тема уже такая... Она давно для меня уже банальная и неактуальная. Как тебе сериал «Чернобыль»? Я не смотрел. Ты шутишь? Я все про это знаю. Зачем не на самом деле? Бля, подожди. Ты не смотрел сериал «Чернобыль» и тебе не интересна куча наград? Нет, мне не интересна. А почему тебе не интересна? Подожди, подожди. А почему тебе не интересна? Возлагали цветы погибшим каждый год. Подожди. А почему тебе не интересен сериал этот? Это прямо, ну не знаю, если бы я жила в Брянске... Я «Джокер» смотрел. Вот «Джокер» мне был интересен. Ну подожди, ну это же проблема, с которой ты жил все свое детство. «Чернобыль», «Чернобыльская АЭС», «Маленький городок для ликвидаторов». Неужели тебе не было интересно такой резонансный сериал? Нет, не знаю, нет, ты знаешь, для меня уже как бы настолько высокий концентрат этой темы был в моем городе, знаешь, и он как бы пропитал меня от а до я. Поэтому как бы я свое уже съел, свой кусок пирога «Чернобыльского» откусил. Просто храню это, ценю какую-то большую идею утопическую, рассказываю об этом всем, кто интересуется, ну как бы и все. А смотреть сериал, ну как бы мне там добавлено наверняка много романтики всякой, ну что погрустить и все. Слушай, а в Припяти ты был, ты видел саркофаг своими глазами? Раз в десять. Еще когда был маленький или сейчас? Я видел саркофаг, я видел саркофаг старый, я видел саркофаг новый, да, так просто получилось, что отец моей жены, зам технического, зам генерального директора Чернобыльской атомной электростанции по технической безопасности. Да ладно, сейчас? Да. И он сейчас там работает? Поэтому мне в Чернобыле достаточно. Подожди, то есть он сейчас там работает? Да. Но там же по-прежнему повышенный уровень радиации. Слушай, ну там работает не он один, там работает, насколько мне известно, нынче до полутора тысячи человек. А есть какая-то у него отдельная? Наконец-то женщин вроде перевели в Славутищ, потому что раньше женщин там работали. А есть у него какая-то специальная, ну не знаю, дозиметр? Да, с синтезиметром он в принципе следит, его задача состоит в том, чтобы он следил за тем, чтобы все придерживались норм. Ну подожди, он наверное какую-то профилактику, йод пьет, то есть это все реально вот то, что нужно делать. Я вот никто не пью, вообще водкой лечит. Водка? Водка тоже лечит, да. Я слышал очень много историй, когда мужики пили просто водку после облучения. В каких количествах? И живут до сих пор. Ну я в количестве не знаю какие. Слушай, а чего, кстати, он говорит, после сериала Чернобыль увеличился поток туризма в Припять? Да, 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 увеличился, да. Увеличился? Более того, Чернобыль даже начал делать, Чернобыльская станция начала сама сопровождать по местам из сериала каким-то. Я просто не смотрел, поэтому не знаю, но там видимо есть какие-то значимые места, вокруг которых строился, видимо, сюжет. Вот, и по этим местам идут экскурсии. Вот. Ну, правильно я понимаю, что у человека, который любит природу, у экосексуала, женщина, девушка должна быть тоже экосексуалкой? Да нет, на самом деле. Ну как, ну блин, ты же не будешь встречаться с девушкой, которой вот ты тут убираешь осколочки, а она там фантики будет кидать? Ну, во-первых, любовь зла полюбишь и козла, ты знаешь. А во-вторых, ну, значит, твоя миссия заставить свою девушку, которая не экосексуалка, просто полюбить это дело, собирать с тобой носорог. А ты ругаешься, вот, например, со своей там девушкой на тему раздельной уборки мусора там или... Да, она меня, она, кстати, меня щимит по этому поводу, жена. То есть она считает, что... Она меня щимит, потому что я неправильно его сортирую, я только учусь еще, и я иногда откладываю там... А, то есть она все-таки тоже экосексуалка? Да, да. Это она тебя заразила? У нас вообще весь дом сейчас на мусорный контейнер похож. Потому что мы не закупили мусорные контейнеры, но уже начали сортировать. И мы сортируем это по пакетам, по бумажным, еще где-то, и ставим возле выхода. Так, а от пластика? И все не можем отвезти, знаешь, времени нет. А от пластика вы уже отказались? От пластика, да. Как часто мусор выносить? Четыре раза в год. Четыре раза в год? Да. В смысле? Ну да, обычный смешанный мусор выносим четыре раза в год. А все остальное, это у нас вторсырье, и оно отправляется на переработку, и это уже не является мусором. Ну, то есть вот в том классическом понимании, это не отправляется на полигон, на свалку. Хорошо, а вы копите это дома, или как вы это делаете? Да, у меня дома три контейнера, обычный мусорный, ну, классический, который как раз выносим четыре раза в год. Контейнер для вторсырья, он, в общем-то, по размеру вот такой же. И небольшая коробочка для опасных отходов, это батарейки, градусники, лампочки, которые могут образоваться. Понятно, что коробочка для опасных отходов подальше от детей. Дальше контейнер для вторсырья, дальше мы выносим в сетки для вторсырья во дворе, или отвозим к нам в экоцентр Собиратор в Москве, и там сдаем на переработку это все. А вот этот мусорный обычный контейнер, он, да, четыре раза в год выносится на обычную свалку. А вы сдаёте это за деньги потом? Нет. Бесплатно? Просто потому что считаете, что это правильно и сознательно делать? Класс. А сколько таких людей, вот, объективно, как вы думаете? Ну, сторонников нашего проекта и те, кто сдают отходы, в том числе просто в городские контейнеры, ну, больше, наверное, 300 тысяч, это вот 100% по нашим данным. Это те, кто... На 15-миллионную Москву. Ну, это те, кто подписан на наши каналы, которые, ну, люди, которые нам звонят, спрашивают, пишут нашу Инстаграм или ещё где-то. Как сделать так, чтобы вот эта повестка как минимум раздельного сбора мусора стала всеобъемлющей? Надо показывать, что дальше с ним происходит и почему эта проблема, в принципе, возникла. Люди, по нашим оценкам, не доверяют контейнерам, которые стоят во дворе. И поэтому не хотят этим пользоваться. Ну, почему я должен тратить своё время? А им можно доверять? Потому что я тоже слышала, что даже когда они красиво стоят отдельно, потом возят их на свалку и всё вместе это смешит. Им можно доверять. Единственное, что надо смотреть, что туда можно сдавать. Для удобства контейнеры для раздельного сбора мусора маркируются различными цветами. Чаще всего используется европейская маркировка. Синий цвет для бумаги. Чёрный для органического и пищевого мусора. Зелёный для стеклянной тары. Оранжевый для пластика. Красный для мусора, который нельзя переработать. Проблема в том, что производители контейнеров не всегда об этом знают. Вот в реальной жизни москвичи в лучшем случае, это надо сказать, я эту точку нашла тоже не сразу, вот имеют вот такой вот раздельный контейнеросбор. Три цвета. Зелёный, жёлтый и синий. Вот вы знаете, что куда? Проблема в том, что обычно маркировка есть и написано, какой контейнер что платить. Вы-то экоактивисты, вы должны знать. Маркировка универсальная. Начинающие экоактивисты, сделайте скидку. А вы знаете, что маркировка во всём мире, она универсальная? Хоть в Нидерландах, хоть в России, хоть в Соединённых Штатах. Ну хорошо, вы пока не знаете, какая. Вот расскажите нам, да. Давайте изучать на практике. Слушайте, я тоже не экоактивист. Так, ну вот здесь синий контейнер. Я так понимаю, здесь вот бумага должна быть, правильно? Всё, правильно, видите, макулатура. Есть бумага? Нет, бумагу мы с тобой не захватили. Пакет вот, но мы его в конце выкинем, правильно? Пакет нам ещё пригодится. Так, в жёлтом. Теперь оказывается проблема, что чтобы открыть контейнер, нужно отодвинуть другой контейнер. Ну да, 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 сейчас мы его не сможем. Вот они суровые российские реалии. Ну да, вот а как его открыть, получается, что нельзя выбросить. Так, ну вы парни спортивные. Можно как-то так его приподнять? Давайте, помогите. Класс. О, это бутылки. Так, здесь всё понятно. Это... Ну, вот проблема в том, что бутылки, вот тут можно посмотреть, бутылки и контейнеры от еды нужно, это разные, типа, пластика. Бутылки, бутылки, это первый пластик. Они отдельно сдаются. Контейнеры, это, как правило, пятый или шестой вид пластика, который тоже надо сдавать отдельно, потому что в России, к сожалению, нету людей, которые всё это сортируют за тебя. А вы знаете, кстати, самая распространённая ошибка вот в России, что тетропак тоже бросают в бумагу, а его ни в коем случае туда нельзя. Да, тетропак отдельно. Да, его надо отдельно. Ну что, что мы сюда выбрасываем? Ну, вот мы выкидываем, скорее всего, бутылки тогда. Ну, давайте бутылки, да. Что здесь уже, да, накосячили. А тут накосячили, что бутылки вместе с пластиком, да? Нет, тут это в лучшем случае. А так тут просто кто-то выкинул. Тут какая-то полиэтиленовая упаковка, ещё что-то. Тут просто кто-то выкинул, да, собственно. Так, ну что правильно в жёлтое складывать? Мне кажется, что... Это вопрос к организации МКМ. Да. Так, давайте сравним. Вообще, вот тут стеклянные бутылки. Всё, давайте тогда туда стеклянные, а тогда двинем вот это тоже. Стеклянных нет у нас. А ещё должны быть на самом деле разные контейнеры для белого стекла и для зелёного. Вот у нас пока это ещё. Следующий, видимо, этап. Это мечты, мечты. Здесь просто пищевые отходы вместе с пластиком. Ну, вот как бы, вот так люди сдают мусор. Вот так вот, понимаешь, вот это и происходит. Что, блин, наставили разных цветов контейнера, но всё равно люди что вот не попадет. На самом деле, главная, главная вообще вещь с офицированием мусора, ну, давайте уже выкинем сюда, что делать. Ну, вот, например, пакет, это другой вид пластика. И, по идее, он должен вообще идти в другую штуку, но... А его нету. А его нету, поэтому... Сейчас выкинем сюда. Да, тот пакет тогда сюда, а вот бутылки в этот. По-хорошему, ты должен взять с собой пакет и использовать его повторно. Вот, кстати, да. Положить его в пакет с пакетами. Пакет с пакетами. И использовать его до тех пор, пока там... На самом деле, главная проблема сортировки мусора в том, что люди берутся это делать, не знаю, как это делать. Лучше не делать вообще. Я думаю, что, конечно, нужно внедрять и разделение мусора, да, если так правильно говорить. И как-то проводить мастер-классы, на самом деле, я сейчас не шучу, начиная со школ. Потому что, например, лично я взрослый человек, когда я вижу разные контейнеры с мусором, я задаюсь вопросом, правильно ли я сейчас выбрала вот этот вот контейнер. А ты знаешь, какой для чего, по цветам? Ну, вот в том-то и дело, что я теряюсь. Я часто теряюсь, не понимаю. Ну, там часто подсказки же есть в виде, там, бумажки. Вот мы сегодня смотрели, вот желтый, синий, зеленый. Нет, по цветам я точно не знаю. И я тоже не знаю по цветам, нигде не написано для чего. Конечно. И в итоге туда, где бумага, там все пластик кидают. Ну, к сожалению, видимо, мы дойдем до какой-то неприятной точки, как в каких-нибудь сериалах зарубежных. А вы верите, что мы при нашей жизни до нее дойдем? Ну, я не думаю, что именно при нашей. Да, насчет нашей жизни. Мне кажется, проблема, что все думают, что не при нашей. Ну, это, мы думаем, что на самом деле это точно не случится. Но мне бы не хотелось такое будущее, в принципе. Может быть, вы не все знаете, но сейчас я строю свой большой дом. И для отопления я использую оборудование компании Висман. Потому что благодаря их технологиям выбросы вредных веществ минимальны, что безопасно для окружающей среды. А я всегда за то, чтобы мы охраняли то, что у нас есть. Ты недавно записал песню под названием «Дичь». Это песня от лица птиц, как бы, да? Ну, я решил, когда это сделать. То есть, получается, ты и в музыке плотно уходишь в эту тему. У нас теперь будут песни от лица птиц, потом, не знаю, от лица кошек, собак. Слушай, началась вообще история, кстати говоря, еще до концепсуала. Крышка! Пластиковая. Кто собирает крышку? Да? Ты собирай. Лови. А для чего крышку-то собираешь? Крышки отдельно, мы потом отдаем в фонд веселой крышечки и что-то такое. Они перерабатывают эти деньги. А это отдельные люди. И деньги из переработанных материалов, они отдают помощь детям. Здесь образцы переработанных материалов. Для примера, самое простое и самое распространенное, что принимается в нашей стране, это пластиковые бутылочки, которые как раз такие, только любые другие размеры. Их вначале дробят вместе с этикетками, крышками, потом отделяют мусор, это этикетки, крышки идут отдельно на переработку, делают гранулы и делают либо новые бутылки, либо различные технические изделия, например, вот такая стреп-лента. Наверное, вы встречали одноразовую посуду. И вот потом мы принимаем ее и отправляем на переработку в такие вешалки. Это прямо все в Подмосковье происходит. Все образцы у нас, это все в Подмосковье и соседней области. Это пластик от техники. Технику можно и важно сдавать на переработку, потому что она опасна от входа. Там содержится очень много различных металлов. И классно, если их сохранять, они выбрасывают, потому что добыча одного какого-нибудь цветного редкого металла – это огромные ресурсы затраты. И вот здесь вот наши любимые такие сувениры, визитки, переработки. Это ручки, сделанные из различных переработанных материалов. Это из фломастеров. Вот их вначале заробят, потом делают такие ручки. Это из зубных щеток. А это из светящихся стаканчиков, которые в прошлом году были модные на вечеринках. И потом их собрали, вытащили батарейки, латы, стаканчики. Так, а пищевые отходы куда девают? Пищевые отходы либо компостируют, либо измельчают и сливают в канализацию дальше на биогаз. Вот в Москве это важно и можно делать, потому что тем самым вы не отправляете на свалку пищевые отходы, и там не вырабатывается метана. То есть у вас измельчители в квартире? Да. А за городом компостер, если мы за городом живем. Ну так про птиц расскажи мне. Да, про птиц. Слушай, пришли в БиБиДиО, сказали, что сейчас хотим сделать, хотим взять каннских львов. Премию на каннском фестивале хотим взять. Вот. Знаем, что нынче просто так премию дают. Нужно еще как бы дать какой-то социальный акцент для того, чтобы выиграть. Поэтому у нас возникла идея. Давайте сделаем вот такой вот проект из звуков птиц, сделаем муку, запустим лейбл некоммерческий, и всех как бы обратим внимание общества на эту проблему. Ну таким образом как бы еще запустим такое движение. Ну и попробуем пальмовые ветви взять. Слушай, ты классную тему сейчас затронул. Вот смотри, действительно, сейчас каннских львов взять без того, чтобы снять про экологию, или про трансгендеров, или про расизм, невозможно. Ты считаешь, это вообще справедливо, что какие-то темы, получается, нужно эксплуатировать и использовать для того, чтобы получить приз? Ты не можешь просто снять классный ролик или фильм про мужчину и женщину, и их любовь. Если это не происходит органично, просто изнутра рекламных агентств или кого-то, то круто, что каннские львы хотя бы к этому стимулируют. Ну окей, но ты понимаешь, что получается, что у не талантливого... Я сейчас не говорю про ваш проект, но получается, что у не талантливого ролика или фильма про экологию шансов победить гораздо больше, чем просто у талантливого фильма про любовь. Да, возможно, да. Ну это несправедливо. Да, согласен. Но у нас получилось круто. У нас получилось и социально, и талантливо. Вот, потому что и петрики подключились, это мультипликаторы. Что это за запах, кстати? Классный запах. Вот, блин, от тебя, понимаешь, ничем не помнит. От меня вишенкой Том Форд. Ой, может вкусно. Может понюхать. А я и ванну принимаю. И духами душусь, понимаешь? Я вообще не... Блин, слушай, вот тоже скажи мне. Фак. Я вот совсем не экосексуалка. Потому что я не могу не принять ванну после тяжелого дня еще и с пеной какой-нибудь. Еще и соль какую-нибудь ароматную посыпать. Долго мыться, много воды на себя потратить. Это ты любитель, да, это сделать? Я обожаю. Слушай, как и все девочки, на самом деле. Ну а что с этим делать? Что с этим делать? Да не знаю. Тебе же при этом нравится, как от меня пахнет? Нравится, да, да. Духи, все дела. То есть, понимаешь, а как тогда с экологией быть? Ну какой-то баланс надо находить в этом, Ксюшечка. Ну как, блин? Что-то надо придумать. Ну давай подумаем все. Ну давай. Так, крышечка. Хорошо, кожаную одежду вот ты носишь, например? Да, знаешь, не буду лукавить. Есть. А нельзя, ты понимаешь? А мясо ты ешь? Нельзя. Но я знаешь, как отношусь к этому вопросу. Так, покупая полиуретан, ну я сейчас на самом деле не пропагандирую, покупая полиуретан или какую-нибудь другую штуку, ты понимаешь, что это одноразовая вещь, относительная. Кожа передается из отца, от отцов сына, да, ботинки блин кожаные. Ну а что, у меня есть вещи, которые я от отца ношу. Тренч там какой-нибудь или что-то. Есть какие-то вечные вещи. Но не ботинки же ты от отца носишь, но они за три года все равно развалятся. Ну кожаную ботинку у меня, кстати, нет. У меня есть просто косуха кожаная. Это единственное, что кожаная у меня есть. Одна кожаная косуха. Кожаные сапоги, вот девчонки, носите? Ну вот эти не кожаные у меня. Ну я стараюсь как-то... Ну вот мне кажется, я вообще-то кроссовки ношу на самом деле. Ну они... Я не знаю. Не буду брать. Не знаю. Ну на самом деле, мне кажется, не нужно впадать в крайности. Потому что очень часто бывает, когда ты начинаешь продвигать какую-то хорошую идею, почему-то появляется очень много людей, которые говорят, так, а вот ты ешь что, а ты пьешь молоко, а ты знаешь, что это ничуть не хуже. И вот начинайте дальше разговоры. Ну да, вот вам капучино сейчас принесли, там молоко. Тут не было кокосового. Да, вот мы просили... И мы согласились на обычное. Да, мы согласились на обычное. А, то есть обычно вы просите кокосовое элементальное. Да, да. Мне кажется, нужно начинать с малого. Вот, например, можно абсолютно спокойно отказаться от меха. Потому что есть масса альтернатив, есть пуховики. Вот, например, шубу я не ношу. Какие-то сумки, да, у меня остались кожаные. Какая-то обувь тоже у меня осталась кожаная. Но все равно, если это как-то минимизировать, все равно, будет результат, если это делать, например, каждый человек. По чуть-чуть. Конечно, ты знаешь, что нужно выкинуть сразу все вещи в один день? Ну да. Мне кажется, ты понимаешь, многие же люди носят шубы, как Анна Винтур, как в знак протеста того, что другие люди их чем-то обливают и проявляют там агрессивно себя. Мне кажется, агрессия же тоже не работает. Нельзя начать человека шимить хаты в норковой шубе. Ну то есть в этом тоже есть какое-то извращение, когда ты начинаешь это вот тыкать людей. Ну это не выход точно добиваться агрессии и какого-то результата. Вы, кстати, вот по одежде паритесь, то есть вы носите кожу, настоящий мех или это пока следующее ступень? Хороший вопрос, кстати. У нас... Мы проводили летом сейл гаражный. Это как секонд-хенд такой на один день во дворе клуба. И приходили для... Любой желающий мог прийти и купить вещи у нас, у наших друзей. То есть это можно назвать тоже в каком-то смысле экоактивизмом. Потому что вместо того, чтобы пойти и купить новую вещь, ты используешь повторно старую. И мы тоже часто в секонд-хендах закупаемся вещами. Но у вас сейчас на вас есть что-то из секонд-хенда? Да. Вот это, кажется. Вот это? Нет, вот это. Вот это, насколько я помню. Сегодня я не в секонд-хенде. На модном, для съемки. По-разному. Приоделся. Суть в том, что да, действительно Гриша говорит, это же в общем-то все осознанное потребление и использование ресурсов планеты. Если есть возможность перед тем, как что-то себе купить, задуматься о том, действительно ли тебе это нужно. И можно ли взять что-то наоборот из секонд-хенда. Те же даже винтер-шопы, они же тоже как бы и модные, и красивые, и все остальное. Но как бы по сути это… Какому-то человек просто могла по размеру вещь не подойти, и придет тот, кому он подойдет, и купит вместо того, чтобы идти в магазин и покупать вторую такую же вещь. Ну да. Оставшиеся вещи после секонда я с девушкой сдавал в этот… Ну приезжает курьер такой, и для нуждающихся забирают одежду в Москве. Недавно бракованную партию мерча сдавали в такую штуку. А, да, у нас мы сделали мерч, и там по цветам какая-то ошибка случилась. Забарковали, да. И у нас было 50 футболок неправильных, которые мы не могли пробовать. Очень хорошо, качество, приятное. Новый футболок, и выкидывать их не хотелось. Просто с неправильным дизайном. И мы их в Белгороде, кажется, ну мы были в туре, мы в Белгороде их сдали в тоже вот такой пункт, в фонд какой-то местный для нуждающихся. По-моему, для пенсионеров это было. То есть где-то в Белгороде пенсионеры, возможно, ходят в нашу мерча. Слушай, ну какие мы эти охотательные ребят? Ты веган? Эээ, нет. Мясо ешь? Но я стараюсь есть поменьше мяса. Иди, да. Ну блин, ну это же как-то, если ты уже экоактивист, то никакого мяса уже не должно быть, понимаешь? Чего? Ну как, ну животные, убивать животных. Ну, ну может быть, я не знаю, я их не убивал. С другой стороны, я создаю спрос, покупая это мясо. Ну вот да. То есть есть же целая, уже, понимаешь, тут такая история, блин. Просто понимаешь, еще сложность заключается в том, что, как бы, доктора тоже определиться не могут. Одни говорят, что веганство не всем подходит. У меня есть несколько примеров на моей истории, которые, как бы, стали веганами резко и легли с язвой в эти самые, в поликлинике. Вот. Поэтому я не понимаю, как мне с этим, как мне с этим быть. У меня тоже желудок такой себе. Вот. Ну вот да, в этом, конечно, и проблема, что вроде надо быть экоактивистом. Здесь есть два клана и непонятно. Можно быть, мне кажется, экоактивистом и есть мясо. в чем? В едовороте. Это еще не так страшно. Мне все-таки кажется, что не все люди вообще в курсе того, как это все происходит. Как появляется шуба, как появляется мясо на прилавках. Пакет. Как появляется пакет. Вот интересно, вот почему, например, на тех же сигаретах, которые считаются вредными, страшные картинки, но при этом чипсы, которые, мне кажется, не менее вредными, с потрясающими картинками, все их рекламируют. И я даже не знаю, что хуже, на самом деле, выкурить сигаретку или съесть, например, пачку чипсов. Но вы бы поддержали, например, такую инициативу, чтобы на каждом проданном куске мяса была такая же вот, как на сигаретах, жуткая фотография, как там убивают корову. Я задумывалась об этом. Мне пока вот сейчас тяжело понять это визуально. Боюсь сейчас однозначно сказать, но в какие-то моменты у меня были такие множества. Ну, так же, кстати, на пачках сигарет раньше же не было. И первое время мне тоже, ну, я, в принципе, не курю. Иногда могу побаловаться очень редко. И у меня было странно это видеть, эти картинки. А сейчас ты уже к этому привык. Курить стало меньше. Ну, вообще, то, что смотришь на эту картинку. И, в принципе, многие реально обращают внимание и говорят, вот посмотри, когда там... Да, мне кажется, что это как-то работает. Где найти эту грань? Вот, условно, вот бойкот мясных ресторанов. Вы бы поддержали, вот когда люди выходят и бойкотируют какой-нибудь там стейкхаус? Мне просто кажется, что все, что касается именно потребления того же мяса, это такой очень индивидуальный момент, потому что есть люди, которым действительно становится плохо. Я думаю, кому действительно врачи говорят все-таки... Без мяса. То есть, например, вот мы три года, получается, не ели ни мяса, ни птицу, но в какой-то момент, вот буквально там недавно, мы все-таки набросились на птицу. Понели птицу? Ну, мне, например, врач рекомендовал, если я не очень хорошо чувствовала, выпей, пожалуйста, бульон. Это пенициллин еще там до военных времен. Поэтому, пожалуйста, как-то вот перестройся. Ну, видишь, у тебя тоже какой-то в этом смысле перегиб. Если мы не будем мыться нормально, если мы не будем пользоваться всеми этими отдушками, которые тоже загрязняют воздух, лаками, понимаешь, вот женщине, это ты на сцену вышел, ты можешь как угодно с прической, а женщине вот, чтобы на концерт пойти и выступить, пол лака надо на себя, а это все тоже токсичное, это все выбросы, понимаешь, огромные. Ну, для того, чтобы это прекратить, могу сказать в камеру о том, что, девушки, я люблю вашу натуральную естественную красоту. Он все пиздит, ему нравится, как от меня пахнет. У меня килограмм всего. Нам нравится ваша внутренняя красота больше. Все пиздешь, все. Так что не парьтесь по этому поводу. Нам упрыщики вообще все нравятся, и морщины все нормальные все, и вторые подбородки, не переживайте по этому поводу. Ну, а вот ты любитель вот этой всей, потому что, честно говоря, для меня это тоже иногда ту матч. Вся вот эта финская тема, когда люди действительно вместе в бане, ну, там что-то попахивают, не бреются. Такая вот эко-скандинавская тема. Тебе это близко? Близко, да. Ну, такой бодипозитив. Ты это все любишь? Да, мне нравится такая штука. Да. А вот это мое тело, мое дело. А что это такое? Ну, как? Это типа я не толстая и не жирная просто. Я просто такая. Худеть не буду. Ну, да, нормально. Да, слушай, мне кажется, что надо просто любить себя. Если есть гармония внутри с самим собой, то это как бы это главное. Все остальное типа это уже вопрос маркетинга, знаешь. Маркетинг говорит, выглядит нужно так. Пропорции нынче такие. Ну, хорошо, но вот ты такой весь эко. Ничего на себя не вылил. Никакой химии. Мыло, кстати, оно же тоже с химией. Я использую шампунь, я мою шампунем, да. Ну, подожди, ну вот ты вот пахнешь, правда, очень натурально. Я не могу сказать, что плохо, но, блин, натурально от тебя, от тебя, ну, как бы видно, что ты в ванной с отдушками не принимаешь. Такой человеческий запах здорового тела. Ну, вот, блин, это же не все могут, как бы, людям не нравится. Наоборот, люди в метро заходят и думают, блин, вот таких 20 человек будет ехать в вагоне, уже будет тумач немножко, согласись. Да, нет, я не думаю, что в вагоне суши. Я думаю, как раз в вагоне... Там, где скопление людей, там все время как раз вот видно, что люди у нас практически все экологи. На самом деле, такой запах иногда ощущается в каких-нибудь... Вот. Не знаю, в фитнес-центрах, в раздевалке, в фитнес-центрах не в раздевалке. И что, и тебе норм? Мне норм, да, то есть нормальный, естественный запах. Окей, хорошо. Я ок. А девушка у тебя, девушка, жена, она пользуется парфюмами, лаками, вот этим вот всем. Лаками не пользуется, парфюмами пользуется по празднику. То есть вообще, а как она укладку делает? Вот объясни мне. Волосы не стоят без лака, ребят. Может, что-то другое стоит? Она просто их вычесывает с феном и выравнивает вот так и все. Хорошо. Машина у вас какая? Электромобиль или на СУК? Нет, ну вот хотел как раз сказать о том, что следующий автомобиль у меня будет электромобиль. Тесла? Я поэтому новые не покупаю. Нет, мне нравится, мне нравится Jaguar и Face. Блин, извини. Но я, мы с ним не сотрудничаем. Просто мне он нравится больше, чем Tesla. А что, это кто-то, кому не нравится Face? Нет, это просто Дашка, которая попросила мне бренды не называть. Мы готовы в нашей программе бесплатно рекламировать не только твой экоактивизм, но и любые бренды. Нам похер. Так что все норм в этом смысле. Надо какой-то, знаешь, сейчас их появляется как раз уже большое количество. Вот сейчас уже можно уже выбирать. Ну у меня, я не менял машину с 2013 года. Какая машина у тебя? BMW X5. Ты сам за рулем? Да. Не, у меня есть водитель, но он возит детей. Я сейчас люблю сам ездить. А ты вообще за городом живешь? Да. В доме, да? Далеко от Киева? Нет, километров двадцать. Так. Это за Выжгородом. А что за место? За Выжгородом, да? Ой, слушай, это загородный клуб. Ну да, загородный поселочек такой. Good Life называется. Ну там лес рядом, да? Да, это в лесу сделано. В сосновом бару таком. Возле Киевского водохранилища. Справа канал. Резерв, резервуар такой. На случай, если вдруг переполняется вода в Киевском водохранилище, туда спускают, короче, в воду. Вот. И он... Это знаешь, чем мне нравится это место? Там нет заборов. Есть один большой, и то прозрачный. То есть ты не ощущаешь себя большим, высоким забором. Блин, ну окей. Но при этом ты звезда. К тебе без забора получается. Любой сосед. Ты пригласил друзей. Да, мы все друг друга знаем. Мы все тусим вместе. Детей друг другу отправляем. Мы заглядываем. А ты вечеринку устраиваешь. Голый напротив окон с открытыми шторами и не паришь по этому поводу. Блин, ну это тоже трешак. Вот честно говоря, у меня, например, ребенок. Девочку, например, я рожу. Блин, будет ей 4 года. И Иван Дорн будет перед окнами голый ходить. Да пошел он нахуй этот Иван Дорн, я скажу. Я перед своими детьми тоже голый хожу и не парюсь по этому поводу. Блин, ну ты понимаешь, что с определенного возраста, вот я, например, читаю много книжек про психологию. Но нельзя. У меня не парюсь по этому поводу. У меня своя система. Ну, блин, ну ты почитай. У меня своя система. Почитай Гиппенрейтер, Петрановская. Но нельзя. Блин, ну девочка. У тебя же в том числе дочь, как я понимаю. Ну ей 5 как раз. Ну что ты голый ходишь перед пятилетией дочерью? Да, иногда. Блядь. Ну нет. Ну Ваня, ну ты чего? Ну я на самом деле сейчас уже буду, да, сбавлять обороты в этом плане. Ну просто, знаешь, получается так, что я люблю спать голой в кровати. Так. Вот. И часто бывает, что надо быстро сбегать в туалет или что-то там, и как бы дети видят, но они уже проснулись, они раньше нас встают. А они спят с вами, что ли? Нет, нет, они не спят с вами. А, ну подожди, а у вас одна типа ванная просто где-то? Да, да. Одна ванная, да. И ты идешь в ванную мимо детской? Ну вот это вот заниматься этим. Ну блин. Брата она тоже с писюхой видит, так что. Хорошо. А дочь тебя не спрашивает? Папа, а что это у тебя там болтается? Да нет, конечно, она уже с детства знает, что это болтается. Она, кстати, знаешь, что у нее спросила? Ну. Он как-то стоит, смотрит, так года в три, наверное, или в четыре было такое, смотри, такая. Папа, когда у тебя птенцы вылупятся оттуда? Это же яйца? Когда у тебя птенцы вылупятся? Ну вот ваш проект по раздельному сбору мусора – это благотворительность или это может стать коммерческим проектом? Абсолютно пока благотворительность, к сожалению. Даже не похоже на социальное предпринимательство, потому что все равно пока приходится финансировать и собственные денег семейных, все это. Потому что вторсырье пока в России оно не стоит почти денег. Там, не знаю, килограмм макулатуры – это три рубля. В некоторых регионах сейчас по рублю вообще, да. Нельзя на этом построить бизнес, поэтому его очень мало. Стоимость вторсырья в Москве. Бумага – от трех рублей за килограмм. Пластиковые бутылки – от двадцати рублей за килограмм. Стекло – от пятнадцати копеек за одну бутылку. Алюминиевые банки – от тридцати рублей за килограмм. Таких пунктов приема только в столице, потому что это правительство города сделало. А в других регионах из-за того, что это нерентабельно, никто это и не делает. А как вы считаете, почему вообще возникла вот такая проблема и такой тренд на раздельный сбор мусора и так далее? С чем это связано? Что люди стали чувствовать, что меньше воздуха, потепление? То есть вот что побудило вдруг? Ведь еще десять лет назад об этом не слышал никто. Сегодня триста человек, триста тысяч. Вы сами с четырнадцатого года этим занимаетесь. Почему? Вот что произошло? Ну, за десять лет количество мусора, которое мы образуем, увеличилось ровно в два раза. И, ну, наверное, это стало заметно. Плюс люди начали видеть этот мусор повсеместно. На пляж приезжаешь в любое место мира, и там везде просто тебе прибоем приносят мусор. Ты слышишь новости по телевизору, что свалки переполнены, что-то горит, все протестуют, мусор собираются везти аж в Архангельскую область. И людям становится, ну, как бы не все равно, да, что дальше-то, что нас еще вообще завалят мусором, да. Вот. И начинают люди задумываться. Плюс вот этот момент, когда вот это вот общество потребления, такой консимеризм, что мы все покупаем, 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 и уже не понимаем, а зачем мы это все покупаем. И это скорее не про продукты, а про другие вещи какие-то одноразовые, да, которые нас окружают. И когда ты ведешь более экологичный образ жизни, ты просто освобождаешься от этих стереотипов, что надо купить это, это, чтобы быть счастливой, и может быть еще то. И у тебя как-то мир становится посвободнее от этих вещей. А вас конкретно что переломило? Ой, меня это вообще с детства. Поэтому меня ничего не переломливало даже. То есть как у Греты Тунберг. Увидели фильм про животных, которые в нефти купаются, и зарыдали, и поняли, что это вообще не значит. Нет, совершенно даже не так. Это просто воспитание бабушки и мамы, что должно быть чисто вокруг. Например, история с Греты Тунберг, она же очень политизированная. И как бы есть куча за и против. Кто-то там видит в этом какую-то теорию заговора, еще чего-то. Я могу признаться, что я не настолько сильно в этом разбираюсь, чтобы судить как эксперт, насколько она там хорошо разбирается в том, о чем она говорит. Например, я точно могу сказать, что я отношусь негативно к людям, которые так активно ее там поливают грязью. Да, мне кажется, поливать грязью человека, который имеет такие стремления, в общем-то, светлые, это изначально неправильно. Сложно не сопереживать Грете Тунберг, когда она так эмоционально об этом рассказывает. Она просто формирует повестку. По сути дела, вот сейчас мы попытались что-то сдать, все сделано, в общем, неправильно. Нужны как бы институции, люди, которые занимаются этими институциями, администрируют их. Но, наверное, формирование повестки – это первый шаг к этому. Ну вот за таким бы лидером вы бы пошли? Мы бы лучше за экосексуалом с Украины пойдем. Я ей поверил, я ее почувствовал. Я не читал всего того, что кроме этого выступления, я просто слышал о том, что много всего нашли. И накопали, что там не все честно. Ну, то есть часть людей просто считает, что это такой пиар, и что она не вполне здоровая, что ее используют родители. Я тоже немного пиарюсь на этом, так или иначе. Но сейчас и я уже пиарюсь. Да, сейчас и ты уже, да. Сейчас мы уже вместе пиаримся. Ну, блин. Это такой полезный социальный пиар. То есть ты отдаешь себе отчет, что да, это пиар, но это лучше, чем пиар с шмотками и… Ну да, сейчас вот как бы и… Как и вот конские львы заставляют всех социальным акцентом делать рекламные агентства, всякие проекты. Так, собственно, я думаю, что наша миссия заставить всех остальных трендсеттеров, опинионмейкеров и больших известных личностей, которые несут ответственность перед большим количеством народа, делать что-то полезное, не просто говорить, как они выглядят. У вас был классный коллаб с Гринписом. Вот в итоге этого коллаба был вот такой вот шарфик создан. Ну, кстати, правда, очень симпатичный, смотрите. Оп, такой вот. Береги. Бассаж Гоши Рубчинский прям такой. Все модно. Береги. Надо показать. Давайте наоборот сделаем вот так и покажем. Береги лес, посторонний вот такой вот шарфик. Довольны этим коллабом? Ну, появилась идея так, что на самом деле появилась идея изначально… Не для шарфа. Эстетическая, да, скорее, что там летом я гулял очень много со своей девушкой по лесам, и там где стояли вот эти баннеры «Береги лес» такой советской цветовой гамме, в дизайне в таком, и мы подумали о том, что было бы неплохо сделать какой-то мерч в такой стилизации. Мы пообщались с ребятами, всем эта идея пришлась по вкусу, вот. И параллельно как раз таки была очень актуальна и постоянно обсуждаемая тема пожаров в лесах. В Сибири. Да. И мы решили, что можно совместить красивое с полезным, и сделать шарф не только красивым, но как бы чтобы он приносил какую-то пользу, и решили определенную сумму с каждой проданной… с каждого проданного шарфа давать «Гринпису». Вот. И в итоге это получились не футболки, а шарфы. И, наверное, это лучше, потому что сейчас уже время года более… Прохладное. Более прохладное, да. Так что идея получилась… Была встречная на ура. Мы много собрали денег. Ну, продали 100 штук в туре. Сейчас продаем вторую сотку. Это по деньгам получается… 400 рублей шарфа, 200 шарфов, 80 тысяч рублей. Ну, 80 тысяч рублей. Возможно, это скромная какая-то цифра в глобальном, да, плане, но наша задача была даже не столько собрать деньги, сколько проявить какую-то инициативу, показать… Привлечь внимание. Да, привлечь внимание и показать другим тоже исполнителям, что такие инициативы имеют место быть и что они хорошо встречаются. Мусорная реформа в России работает? Нет. Она полностью провалилась, ее нужно сейчас дальше докручивать, допиливать. 1 января 2019 года в России заработал закон о вывозе мусора. Цель мусорной реформы – ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов. Сортировать и перерабатывать отходы теперь считается необходимым для того, чтобы затем использовать их повторно. В рамках мусорной реформы отвечать за вывоз отходов стали региональные операторы. А почему провалилась? Потому что создали не совсем правильную мотивацию региональных операторов, которые вывозят мусор, которые обращаются с этими отходами. В идеале как? Если этот региональный оператор забрал у вас во дворе мусор и отправил на полигон совсем-совсем чуть-чуть, он молодец. Его надо похвалить, премии, оплатить его работу. А если все остальное, он, получается, должен отправить на переработку. А если у него, наоборот, мотивация, как сейчас, чем больше ты отправишь на свалку, тем ты больше получишь денег. Естественно, что делают региональные операторы, которые вывозят мусор? Больше мусора мне, больше мусора, производите скорее. И они его дальше не расфасовывают, не перерабатывают, а просто отчитываются, смотрите, сколько я отвез, я молодец, платите деньги. То есть реформа, на самом деле, должна строиться так, что чем меньше ты привез, но чем больше переработал и доказал факт переработки, тем... А это можно доказать каким-то образом? Конечно, есть. И акты передачи на перерабатывающие предприятия, сколько отсортировано. Это должно идти от Москвы, правильно я понимаю? Не обязательно, это, в принципе, должно идти от государства, от Госдумы. Но сегодня кто поощряет этих региональных операторов? Вот в нашем городе, в Москве, и кто на этом заработал? В нашем городе, да, конечно, это правительство Москвы, но вообще это нужно сделать реформу не только в Москве. Мусорная реформа была запущена во всей России, и она как раз в Москве-то еще более-менее хоть как-то движется, потому что у нас нужен раздельный сбор, и его сделали с 1 января обязательным. А в других регионах его даже, в принципе, не прописали в территориальных схемах обращения с отходами. Поэтому это на уровне всего государства нужно поменять мотивацию этих региональных операторов, чтобы они не выкачивали из нас мусор, аналог деньги. Если мотивация не меняется, кто в этом заинтересован? Никто. Просто идиоты. Да. Слушай, ну вот ты сегодня убираешь в Москве, а в Киеве ты убираешься часто? В Киеве тоже убираю, да. Да, да. А ты не боишься, что сейчас понимаешь, ситуация политическая напряженная, что киевские коллеги скажут, что это ты поехал к москалям их мусор убирать? Да, слушай, мы от этого никуда не избавимся, но всегда было и будет. Ну то есть ты отдаешься в этом отчет, но просто не паришься. А последнее время попроще стал с Зеленским в этом смысле? Ну, отношения. Слушай, я так жалею, что я с ним не был тепло знаком никогда. Мы один раз пересекались, я еще был в составе группы паранормальных. То есть если бы он тебе предложил возглавить, стать амбутсменом по экологии. Да, я бы сейчас с удовольствием министром культуры, прикинь, а? Не, подожди, амбутсмен по экологии. А кто-кто? А, по экологии. По экологии, ну это же твоя тема. Это тоже можно. Ну просто я думаю, что все-таки такую должность нужно доверить людям, которые более прошарены. Я сам, знаешь, в это только погружаюсь. У меня есть дома много еще там пробелов по экологии. Ну слушай, Зеленский тоже был не прошарен для должности президента, и нормально. Ну да, согласен. Слушай, а не хочешь ли ты выступить с такой инициативой экологической, ну как бы с разных сторон, чтобы, например, люди убирали мусор на территории ДНР и ЛНР. Чтобы это их как бы объединило. Ну а че? Ну а ты молодец. Это как раз мирное. Ну вот я бы, например, вот это предложила. Объединить людей. ДНР и пусть они сами разбираются, ладно? Ну, понимаешь, это же мирная инициатива. Мирная инициатива. Я тебе знаешь про что расскажу? Я взял свастику, нарисовал на дереве. Ну вот что за мудакей. Вот кого нужно объединить, это WWF. Мы попросили, выступили с инициативой, извини, Даша, я уже расскажу об этом. Мы выступили с инициативой посадить лес в Киеве. Вот, обратились WWF, они сказали, ребят, Иван сотрудничает с WWF в России, мы помогать не собираемся. Да ладно. Прикинь. Ну это же прямо трэш какой-то. Да, это странно. Офигеть. Вот это обидно. Это обидно, да. Это я с тобой согласна. Так что, даже в этом, знаешь, в экологии есть своя политика. Экополитика, бляха. Ну, в ней мы еще не марались. Добро пожаловать. Главный эксклюзив этого разговора какой, вот как ты думаешь? Вот никогда не догадаешься. А я уже понимаю. Про то, что голым ходишь перед пятилетней дочерью. Вот за это будет 148 комментариев женщин в стиле «я же мать». Педофил. Валючий педофил. В моем доме я здесь живу, суки вот здесь засужу. Все крысы продажные. Главное, чтобы украинские органы опеки не возникли. Слушай, а ты не смотрела кино? Есть такое кино, кстати говоря. Я им вдохновился на самом деле. Отчасти. Там была такая история о том, что была семья, но это большая была семья многодетная, но их убирал эмир ломать. И они, собственно, начали бежать. Жили отшельниками такими просто. В палатках все вместе. Там сами строили какие-то хижины и у них жили. Но иногда выходили в социум. Так, за продуктами, за чем-нибудь еще. А они друг перед другом все голые ходили. Абсолютно. От мала до велика. Не, ну так целые коммуны живут. Я знаю, да. Эко-лайф. Это как раз очень эко-история. Да, просто появился, знаешь, средств культуры нынешней. Диктует свои правила по своей психологии и по всему остальному. Не знаю. Посмотрим. Пять главных правил от вас, как жить. Даже четыре. Первое – это осознанное потребление. На этапе покупки задуматься, это будет мусором? Как быстро это будет мусором? А можно ли это потом сдать на переработку? Ну, то есть меньше образовывать отходов на этапе вообще принятия решений. Второе – использовать повторно. Это относится к вещам, когда они вам нужны. Вы можете использовать повторно, например, каршеринг. Или взять в аренду какие-то вещи. Платье, машину, книги, оборудование, игрушки. Все что угодно. А не покупать новое. И когда вам вещи не нужны, вы можете их отдавать тоже на повторное использование. Или сами сдавать в аренду, комиссионные магазины, или просто отдавать на благотворительность. Третий – это раздельный сбор и переработка. Просто пользоваться системой городской. Можно у нас на сайте посмотреть наше общественное движение, куда что сдавать. Во всей стране можно посмотреть, куда что сдавать. И пытаться пользоваться хотя бы тем, что уже есть. И четвертое – это влиять на экологизацию всего вокруг. Вот если вам где-то неудобно быть экологичным, то сообщите об этом производителю вашего любимого бананов, макарон, яиц. Ребята, запаковывайте в более экологичную упаковку. Или если во дворе нет пункта приема, сообщите об этом управляющей компанией или властям города. Но ведь это другая философия. Люди вообще готовы к этому, как вы считаете, сейчас? Ну, я думаю, да. Потому что тренд идет на это изменение. Как сделать экологию темой номер один в России? Вот как вы думаете, что можно? Ну вот элементарно, если мы начнем об этом говорить не только мы сейчас с вами, а то есть это будет распространяться. Да, если это массовое общество. Конечно, популярные люди, чем больше об этом говорят, конечно, тем больше привлекается внимание. Какие-то действия должны быть, конечно, и со стороны правительства в том числе. Потому что не каждый человек способен до чего-то дойти. Не потому что он, там, неразвитый, но просто потому что мы привыкли к определенному удобству. Потому что удобнее вот ты купил пакетики для мусора, да? Это удобнее вот ты взял, там, выкинул, пошел. Нахрена вам экология? То есть вот почему, откуда такой позыв, причем у всех троих, как я? Ну все, все должны же об этом задумываться. Это же касается всех. Люди думают, что это какая-то выдуманная проблема или проблема, не касающаяся конкретно их. А это же как бы планета, на которой мы все вместе живем, по которой мы ходим. И рано или поздно это коснется каждого. В вопросе гармонии человека с самим собой и с природой, гармония с природой занимает нас на первое место. Потому что природа – это наше начало, мать нас и всего, в чем мы породили. Мы чему бросаем вызов, нарываясь на конфликт? Нас природа в этом смысле очень быстро победит. Посмотрите-ка на Припять. Там победа налицо. С таким темпом очень быстро познакомят нас с концом. Встань с дивана кто со мной. Говорите, чтобы люди были совестно с земной. Если спросят, как же это, скажи, мой друг, смотри. Чтобы была чиста планета, нужно чистым быть внутри. Все просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова